ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Норма права, пункт 1.3 правил пользования московским митрополитеном, который и требовал уступать не только пассажирам с детьми, но и просто женщинам, эта норма существовала уже давно. Но вот сейчас под нее изменили объявление. И как бы народ это увидел, началась небольшая буча. Но тем не менее, сама норма давнишняя довольно-таки. Ну что ж, давайте сегодня об этом поговорим. Нормативная база Правила пользования митрополитеном. Это не какая-то отсебятина, это тоже нормативный акт. Утверждены постановлением правительства Москвы. Вот данные постановления правительства. В редакции утверждены постановлением правительства от 16-го года. Итак, пункт 1.3. Лица, находящиеся на территории митрополитена, должны быть взаимно вежливыми. Уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам. Заметим, никаких беременных женщин здесь не указано. Просто женщинам. То есть, вот, казалось бы, женщины и мужчины равны, но женщинам нужно уступать места. Все равны, но кто-то ровнее. То есть, в связи с чем? То есть, мужчина это недочеловек, по мнению митрополитена. Или же женщина, вообще женский пол, это заболевание по аналогии с инвалидами. Или же это какое-то состояние организма ослабленное. То есть, они равны. Почему же тогда, если это разные организмы, то почему они, собственно, должны быть равны? Вот, женщина это может быть то же самое, что пожилой человек. Или она, как бы, стабильность с детьми считается. Короче говоря, попросим разъяснений. Я не знаю. Для меня это бред. Тем более, Конституция устанавливает равенство женщин и мужчин. Итак, чтобы узнать, почему так, вот, Министерство транспорта Российской Федерации, я подготовил обращение. Что я здесь пишу? Ваши вопросы. Часть третья, статья 19, ну, только что я это процитировал, гласит. Мужчины, ну, то есть, я процитировал третью часть. Дальше. Пункт 1.3. Правил пользования утвержденных постановлением правительства. Гласит. Тоже процитировал. Таким образом, в нарушении Конституции Российской Федерации осуществляется дискриминация мужчин по признаку пола. Прошу разъяснить, с чем связано требование уступать места женщинам. Это предоставление митрополитенам услуг перевозки мужчинам более низкого качества. Признание женского пола заболеванием, требующим отдельных условий перевозки по аналогии с инвалидами. Или что-то еще. Посмотрим, что ответят. Жмем отправить. Обращение отправлено. Так, подумал и решил продублировать в правительство Москвы. Все-таки отдельная контора может и продинамить обращение. Было такое не раз, просто не отвечают. Давайте обратимся в несколько инстанций, ну, кто-нибудь да ответит. И просто продублировал. Выше указал адрес свой, куда ответить. То же самое. Здесь копия. И так отправить в правительство Москвы еще этот же вопрос. Ну, собственно, все. Отправлено. Будем ждать ответ. Посмотрим. Посмотрим, почему равенство понимается таким образом, когда равный мужчина должен так по стойке смирно перед равной женщиной ну, хотя бы стоять пока что может. Надеюсь, в полный рост. Вполне возможно, что если такой пробный камень будет прокатывать, то потом равенство будет заключаться в том, что кто-то перед кем-то на коленях должен стоять. Но, тем не менее, не будем забегать вперед. Давайте посмотрим, какой будет ответ. Ну что ж, прошло сравнительно немного времени, и я получил ответ. Вот официальный ответ. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в ведении правительства Москвы находится. Вот исходящие данные ответа. То есть это официальный документ. Итак, уважаемый Сергей Иванович, смотрим. В департаменте транспорта и развития бум-бум-бум рассмотрели ваши обращения, поступившие на официальный сервер правительства. Так, по информации ГУП Московский метрополитен, в рамках изменения стиля общения с пассажирами организована перезапись объявления о взаимной вежливости. Я разве спрашивал, почему объявление делается? Я спрашивал, почему правила такие, какие они есть? Так, ладно, со следующим текстом. Уступайте места в соответствии с правилами, ну, собственно, 1-3 пункт правил. Так, дальше. Общественные отношения, которые составляют тематику некоторых объявлений метрополитена, регулируются в том числе общепринятыми нормами поведения и морали, и их соблюдение зависит от нравственного воспитания каждого пассажира. Так, вот подписано, соответственно, первый заместитель руководителя департамента. Так вот, я ничего этого не спрашивал. Я спрашивал, почему вот этот пункт правил 1-3 нарушает Конституцию Российской Федерации. Соответственно, про объявления я не спрашивал. Я понял, что в соответствии с правилами идут объявления. Это понятно, вопрос-то был не в этом. Почему правила составлены в нарушении Конституции? Дальше. Общественные отношения, которые составляют, регулируются в том числе общепринятыми нормами поведения. С этим, конечно, не поспоришь, но разве что в том числе. А еще они регулируются Конституцией, где прописано, что не допускается дискриминация по половому признаку. Мужчины и женщины равны. И, собственно, что такое мораль? Мораль, как источник права, она всегда отличалась, собственно, от писанного права тем, что формально не определена. Мораль, как еще говорил Ницше, у каждого своя, по большому-то счету. У нее нет формального определения. Это, да, примерно так вот общие правила. Но, тем не менее, один человек может считать моральным что-то одно, другое-другое. Четкого закрепления нет. И поэтому митрополитен, который берет на себя, ну, точнее, правительство Москвы, которое утверждает вот эти правила, оно берет на себя таким образом, во-первых, функцию закрепления морали, а во-вторых, их мораль почему-то противоречит Конституции. Представляете, то есть, что получается по их утверждению тогда, ну, вот, утверждению через вот этот пункт правил, Конституция аморальна? Конституция аморальна. Представляете, вот, утверждение такое бы кто-то сделал примерно в сталинский период, что Советская Конституция аморальна. Как вы думаете, долго бы он после этого прожил или нет? По крайней мере, на свободе. Я думаю, что и не на свободе бы он особо не задержался бы. Так вот, чистая отписка, ничего, ни один вопрос, который я ставил, не отвечен. Какая-то мораль, какие-то объявления. Я спрашивал, почему правила пользования митрополитеном противоречат Конституции. И вот здесь, по сути, какая-то фигня. Ну что, друзья, как видим, просто даются отписки, бред полнейший. Ну, а следствие всего этого, вот, пожалуйста, уже первая ласточка. Новость от 13 июля. В московском метро женщина сняла трусы, обидевшись на пассажира, не уступившего ей места. Пассажирка демонстрировала половые органы в течение всей поездки, делая замечания людям. Вот видите, то есть уже, так сказать, проявляет, пользуется своим правом. Видимо, мужчина не понял, почему он должен уступать. Вот она ему в качестве удостоверения гениталии показала. Так, сняла трусы, обидевшись на пассажира, не уступившего места. Демонстрировала. Просила уступить, он отказался. Заявив, что не понимает, почему должен это делать. Вот она ему, да, пришла в ярость, задрала юбку и снялась от трусы. Показала, почему должен делать. То есть, в чистом виде, вот этими нормами права, московское правительство и митрополитен, в частности, разжигают ненависть. И вот уже действительно есть разжигание ненависти, первый прецедент. То есть, следующий вариант, наверное, уже будет с применением какой-то физической силы. Или там ножом шарахнет за непонимание. Так, обижалась на пассажиров за то, что они их снимают. И, собственно, всё. Сняла трусы. Представляете, друзья, если бы произошло с точностью наоборот. Мужчина снял бы трусы и стал бы женщине перед носом членом махать, например. Вот, собственно, то, что делала она. Половыми органами махала. Долго бы он тоже на свободе проходил? Где бы он сейчас был? То есть, это либо психушка, то есть, он был однозначно задержан. Это либо психушка по невменяемости, либо длительный срок тюремного заключения. По сути, за действия сексуального характера. А здесь всё. Помахала, ушла, всё нормально. Нигде сведений о задержании нет. Вот. Вот, собственно, к чему приводит пока что. К чему приводит вот эта норма права. А здесь даются отписки, знаете, как дурачкам. Спрашиваешь про одно, отвечают про другое. Надо быть воспитанными, воспитанными. И девочек за косички не дёргать. Вот так. Вот так, друзья, с вами общается официальный орган власти. И теперь, конечно, действительно вспоминается очень много того, что я говорил, что, там, не знаю, не стоит идти в армию, не стоит защищать такое государство. И все писали, что, многие писали, не все, многие писали, что, а что если бы в войну, там, в Великую Отечественную войну, вот все так как-то и размышляли. Друзья, да, немцы бы нас захватили. Ну, по некоторым данным, немцы не считали, собственно, людей за людей. По крайней мере, не всех людей они считали за людей. Наверное, это так. И это ужасно, несомненно. Но дело в том, что мужчин, по крайней мере, тех, кто защищает государство, и государство не считает за людей, отвечают вам как дурачкам, по большому счету. Тут нету ответа ни на один вопрос. Правила составлены таким образом, что, по сути, вы люди второго сорта, вы должны стоять. Собственно, что делали фашисты, они считали одних людей первым сортом, других вторым. Делает и московское правительство, и митрополитен. Ну, я думаю, что и перед каким-нибудь, там, гер-офицером можно было постоять. Не всех бы расстреляли. Почему? Тяглую скотину бы оставили. Но стояли бы вы, разумеется, перед людьми первого сорта, ну, так вы и сейчас будете стоять. И все это не какие-то домыслы отдельных людей. Это с подачей государства. Это на государственном уровне. На уровне права. Вы, люди второго сорта, мужчины. Вы должны стоять. Пока что стоять. Пока что вам за отказ это сделать, ну, вот половыми органами в лицо суют. Может быть, в ближайшее время будут убивать. Не знаю, как пойдет. По крайней мере, вот это правило, ну, скажем так, мотивирует к дальнейшему развитию, к дальнейшей эскалации, по сути, конфликта, который разжигает именно государство в данный момент. Ну, вот, посмотрите, официальный ответ. И подумайте, друзья, подумайте, когда вы задаетесь вопросами, а что было бы. История, конечно, не терпится слагательных наклонений, но вам не пофигу, перед кем стоять, перед кем шапку ломать.